Девушки отдыхают Это видео мой субъективный взгляд на объект, субъект событий или местность. Прошу простить мне информационные неточности и манеру подачи. Музей интересно разделен на 4 части. Вот эта комната, она еще не готова, но здесь будет история Демидовых. Музей в историческом здании и это по идее окно. Оно сейчас заклинено и мы можем видеть толщину стен. Толщина стен от метра до трех. Там была эстакана с той стороны, подвозилась телега с углем, вываливалась прямо сюда и отсюда уже лопатами, телегами и так далее это все отправлялось в печь. Дальше мы попадаем в то самое место, ну то есть появилась электростанция. Как она появилась? Добывали уголь в шахте и шахту нужно было откачивать в воду и для этого были две маленькие турбинки. Вот эта часть с трубой, это часть построенная когда-то Демидовыми, в первую очередь. В семнадцатом году Демидовы навсегда покидают Россию и их раскулачивают. Ну грубо говоря уже постфактум их здесь уже нет. Уже при советах строится, при большевиках строится вторая очередь. Далее появляется план электрификации всей страны. 30 электростанций разбросанных по всей территории. 40 мегаватт она была мощнее даже Днепрогресс первоначальной мощности. Насколько была сильна. А вот это тот самый брошюра, сейчас говоря современным языком, это не книга. План электрификации РСФСР. Это по сути первый экономический план советской России. Создавало его более 200 практиков и ученых от энергетики. Вот проиллюстрирован процесс представления этого плана. И мы видим, что в слушателях есть люди совершенно разных сословий. Это военные, это раненые и вообще много-много здесь кого. И строится третья очередь, насколько я понимаю, уже в 27 году, наверное, заложена. Могу ошибиться с датами. Зал, посвященный установлению самой электростанции, люди, агрегаты и так далее. Очень интересно. Денидовские рельсы встречаются на самом деле довольно-таки часто. По-моему, даже на УЖД они все еще могут попадаться. Зал, посвященный репрессиям и это почти в каждом музее есть. Это 37-й год и вплоть до расстрельных листов. Как практически в любом музее есть пишущая машинка компании Мерседес. Как мы знаем, это Германия и основатель назвал компанию в честь своей дочери Мерседес. То есть не Мерседес правильно, а Мерседес все-таки. И арифмометр, зачатки вычислительной техники. Но мне кажется, самое интересное, это лопатки турбин. И одна из них уничтожена взрывом. Шикарно. Ну, не взрыв, конечно, а сами экспонаты. Ну и самый большой зал, он же и был первым. Те четыре потом только добавили. В центре у него большой, огромный, шикарный макет. Я так понимаю, сделанный тогда-то одним из основателей музея. И мы можем сейчас по нему пробежать, посмотреть наш путь на макете. Мы начали вот отсюда. С левой стороны железная дорога, как я и предположил. Самое крупное здание, это третья очередь. И те самые конвейеры, которые видно от проходной. Дальше мы продвигались вот здесь. И смотрели на мемориальную доску. Обошли третью очередь, самую большую, которую называют Авророй из-за ее труп. Здесь воображаемая река. Футбольное поле, сейчас заросшее. Часть, которая сохранила в себе такое инкапсулированное демидовское здание. Вторая очередь. И мы находимся сейчас где-то вот здесь. Субтитры сделал DimaTorzok